Всем привет! Доброе утро! Я сегодня, кстати, встала очень рано. А всё почему? Потому что меня бросил Юра. И уехал, уехал в Минск. Вот так вот. И я встала, ещё девяти часов не было. А у него маршрутка в 9-10. И я уже решила не ложиться, всё. Встала вместе с ним. Но он приедет. Вернётся. Куда же он денется-то без меня? Я уже сбегала в душ, помылась. И посмотрите, я уже в купальничке. Ты-дын, ты-дын. Потому что у нас жара. Я буду загорать. Буду загорать, заниматься своими делами. Буду делать видосики, пока его нет. Он приедет вечером. Нужно по делам, в общем, съездить. Поэтому он поехал. А я... Что я? А я буду просто отдыхать. Обалдеть. Буду сейчас принимать солнечные ванны. Не знаю. Если будет вода тёплая в бассейне, то можно будет занырнуть, поплавать. Вот. И надо будет что-то приготовить, покушать к вечеру. Там у меня ещё есть что-нибудь на обед, на нем. Я найду. А вот когда Юрка приедет, ничего не будет. Так что будем с вами что-нибудь готовить вместе. Вот этот вот кремушек сейчас использую. Прigодился. SPF 8. Класс. Как раз такая небольшая защита. От солнышка. И я даже немножко подзагорела. Не знаю. Тут видно, нет. Шея немножко, руки. Думаю, что за сегодня я нормально так подзагорю. За эти дни даже. Так что можно будет потом уже наслаждаться загаром. Первым загаром. Главное не сгореть. И вот я как знала, не зря взяла все свои крема защитные. Потому что первая неделя была холодная. Я уже думаю, блин, нафига я их брала? А сейчас, думаю, они мне как раз таки пригодятся. У меня, оказывается, здесь есть вот этот кремушек. В том году привозила его. Молочко как раз его сейчас нанесу. И вот такой вот. Это уже после загара. Еще после загара у меня там есть эти. Я вот не помню, нормальная она или нет. По-моему, мне кажется, она не очень. Или она нормальная. У меня где-то еще и защитные есть. Боюсь просто, что плечи все отгорят. И я потом буду красная, как рак. Мы уже, кстати, переехали сюда, на первый этаж. Ночевали здесь. Хорошо. Тепленько. Даже не верится, что у нас лето наступило. Так хочется, конечно, куда-то поехать. Я не знаю, на море какое-нибудь. Просто. Фу, он такой вонючий. И не знаю, он, может быть, испортился. Так. Сколько он тут годен? Фу, ну, ребята, воняет. Напомню, покупал его фикс прайс. Но это дикая вонь какая-то. Так. С 36. Но он только в мае этого года закончился. То есть, ну, как бы... Еще не критично, но... Воняет он, конечно, дико. Мне даже не очень приятно его наносить. А у меня такого, наверное, и нету кремушка. Кто ж знал, что у нас будет такая жара и что мы можем вообще где-то отдохнуть. Надеюсь, что это надолго. Так как у нас поездок никаких не планируется в этом году, я ничего и такого не покупала. Ну, осталось то, что осталось. Так, ну что. Пойдем загорать. Я уже, кстати, позавтракала, попила чаек. И уже могу идти загорать. Как же это классно, ребята, просто вот открыть дверь и выйти на улицу. И ты понимаешь, что крутая погода, жарко. Можно просто лечь на травке, позагорать и насладиться этим солнышком. Мне уже хочется немножко позагореть за эти дни. Потому что я такая бледненькая. Буду наверстывать упущенное. Класс. Но я, кстати, не люблю загорать. Вот я не могу вот лечь, тупо лежать на траве, на покрывале. Нет, я как-то больше люблю загорать стоя. Мне нужно вот ходить, как-то двигаться. А вот тупо лежать как... Блин, я не могу так. Не по мне. Я, кстати, думала, что я сегодня покупаюсь. Но посмотрела, что вода еще очень холодная. Я тут ее перемешала. Она поверхности нагревается. А тут еще холодная. Сейчас посмотрим, сколько градусов покажет. Так, где-то 17-18. Ну, как-то... Не очень. Хочется все-таки теплее. Поэтому, возможно, сегодня я еще купаться не буду. Ну, хоть так. Ох. Боже, как это классно. Я не знаю. Я вот готова постоянно говорить. Классно, классно, классно. Классно, потому что реально я настолько теплолюбивая, настолько солнцезависимый, наверное, человек. Что я не кайфую от жары. Мне круто, когда жарко. Пусть ты там ходишь потный, мокрый. Но все-таки тепло, жарко для меня лучше, когда холод. Я не перевариваю нашу погоду дождливую, холодную. Все-таки моя страна, это какая-то жаркая страна, где есть море, где постоянно солнце. Это вот мои, как бы, странный мой тип. Что-то здесь пубнишь. Лежит тоже, смотрите, мордочку щурит. На солнышке загорает. Ай-яй-яй. Хорошо тебе, да? Хорошо. С утра клеща словила. Я не знаю, она, наверное, выбежала в туалет. Я потом застилала кровать. Здесь белое у нас такое постельное белье, светлое. Я смотрю, только черная точечка. Смотрю, блин, ползет, зараза. Когда она успела принести его? Но еще не сел. Возможно, действуют наши капли, которые мы ей тут закапали на холку. Они, возможно, как-то чувствуют. И не так быстро садятся на нее. Потому что мы уже несколько клещей с нее просто вот сняли. Они не успели к ней присосаться. И вот эта тоже ползала, она там лежала. И не присосался. Тоже как-то до этого тоже на кровати ползал клещ. Как они приходят сюда, непонятно. Явно, что на ней. Но вот они как-то не успевают садиться. Поэтому я рада, что мы закапали. Нужно будет тоже скоро на этой недельке закапать ей вторые капельки. Чтоб наверняка было. Уже почти месяц пройдет. Можно капать вторые. Пока мы на даче. У нее шерсть такая густая. Приедем в Минск. Подстрижем ее немножко опять. Сейчас жара началась. Жарко ей. Так. У меня сейчас будет обед. Родители делали суп. Оставили. А я не могу найти сметану. Вот я не могу есть борщи. Такие вот супы без сметаны. Капец. Где сметана? Пропала сметана. Ой-ой-ой-ой. Может, подоели ей эту сметану? Ладно. Найдем новую. У нас была открытая еще. Новенькая. Я сметанный человек. И драники со сметаной. И суп со сметаной. Только со сметаной. Что-то уже устал загорать. Лежит от тенечки. Отдыхает. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Тут наша клубничка. Ой, класс. Но зато в парнику я уже кое-что обнаружила. Растет, меня ждет. Заберу, потом съем. Так, здесь, наверное, больше ничего нету. И тут вот что-то краснеет. Тоже вот такая вот маленькая. Как-то тут вообще не густо, но хоть что-то. Музыка Жесть. Мне на змею. Все, посмотрите. Вон, вторая поползла. Ох, заползла в кусты. Все. Вот и что с ней делать сейчас? Блин. Страшно. Юра еще нет. Я не знаю, что делать. Блин. Чего вы здесь лазите? Вот чего? Ужас. Короче, я не знаю, куда эта гадость поползла. Но я бы вот тоже бы ее зарубила. Вот серьезно. Этих змей просто валом здесь. Какого фига вы сюда ползете? Мне страшно. Она где-то здесь в кустах. И фиг поймешь, где она. Как ее найти? Она маленькая. Блин. У меня аж... Не знаю. У меня аж плохо стало. Ужас. Ужас. Короче, ребята. Лиля убийца. Ну, это жесть. Она вылезла опять. Вот там возле дома ползала. Мне казалось, она уже заползет к нам туда под дом. Там у нас погреб, в общем. Она лежала прямо вот здесь вот под столиком. То есть я иду. Я чуть на нее не наступила. Вот еще бы немножко и все. Вот такие гадости. Ужас. Короче, я ее мочканула. Не знаю. Ну ее нафиг. Нефиг здесь лазить. Здесь живут люди. Дети. Собаки, животные. И вот эта вот гадость здесь лазит. Фух. Не знаю. Мне так спокойнее, когда... Змея убита. Фух. Я понимаю, что все спокойно. Я их, в общем, лопатой раздавила. Ужас. Я не знаю, что это. Но я даже не хочу знать. В общем, для меня это змея. Для меня это опасность. Для меня это страх. Не дай бог, она укусит меня или Дези. Ну, как бы... Как бы нет. Фух. Все. Я теперь спокойно. Если приползет еще одна, с ней будет то же самое. Оставлю тут подарок для Юры, когда приедет. У нас как-то потемнело. Солнышка уже нет. Хотя еще время нормальное. Еще не поздно. Наверное, будет дождь. Я вам уже, смотрите, накрыла бассейн. Жду Юрку. Сейчас собираюсь уже делать, кушать. Я уже подготовила все. Сейчас буду уже заниматься. Поставила вариться картошку. Будет у нас пюре. Я днем почистила. И буду жарить котлетки. Мы покупали. Как-то готовые. Я их бросила в заморозку. Забрали с собой. И сейчас буду жарить. У меня здесь партийное задание. Полить цветульки. Я не знаю, что это. Это тоже полить надо, наверное. Вот это. Вот этот. Ой. Повылазило все, да? Скажи, Дизюна. Помогает мне еще. Здесь два. Красавца. А то до них дождь не достает. Так. Так. И еще два знаю. вот тут вот возле бани даже три. Полили. Идем еще смотреть, где у нас. Дизюна, пошли. Так. Еще, наверное, на дереве один. Да. Еще вот этот полить. Последний. Ну, все, вроде бы. Все готово. Все полито. Все у меня отлично. У меня уже ужин готов. Вот такие вот котлетки. Здесь картошечка. Я уже сейчас ее выключу. Сделаю пюрешку. И здесь у меня вот такой вот летний салатик. Получился безумно вкусно. Я уже попробовала. Огурцы, помидоры, немножко сыра фета оставалось оливковое масло, соль, приправки и что еще? Кукурузка. Я уже, честно, безумно хочу кушать. У меня, как такового обеда не было. Поэтому я, наверное, Юру не дождусь. Сама покушаю, потом он приедет вечером и покушает сам уже. А я сейчас поем, потому что не хочу потом на ночь есть, пока его дождешься. Ой, я лучше сейчас покушаю и уже буду спокойна. Потому что, на самом деле, уже очень хочется кушать. Прям не могу. Тебе я уже положила вкусноту и ждет моя живелина. На, тоже тебе мяско, немножко картошки. Кушай, дайска, кушаю. Вкусненько, да? Ой, вкусно. Кто к нам пришел? Кто пришел к нам в калитку стучиться? А что он там делает? О, какие у него глазки. Что он делает? Слушай. Только жаб слышен. Ты помолчи одну минуту, или нет. Такая вон лапа торчит изо рта. Или не лапа, я не знаю, нога. Носик такой, гляшки. Пуговки. Ой, моргнул. Ой, моргнул. Кукусики. Застыл, все. Не движется. Движется все. Даже аппетит пропал. Да? Ага, моргнул опять. О, о. Носиком шинелил. Да кушай, кушай, никто не заберет. Кушай. Слышите, как хрустит. Вырусти, вырусти, вырусти. Ой. Хрустит, смотрите, не боится. Ест при нас, все. Хрустил, чипсики. Чипсон. Все. Все. Так быстро. Ну ты вообще даешь. Все, пойдешь? Я сам офигел, что уже закончилось. Все, пойдет. Говорит, все, нет у вас больше ничего, пойду. Юра вон ему и молока принес, и кусок моей котлеты, а он уже собрался на утеке. Говорит, ну вас, я хочу уйти. И главное, не прячется. Вон морда торчит. Куль-куль. Да? Вон. Скажи, я уже хочу отсюда слинять. Жду, когда вы слиняете, да? Все, светите, светите. Гуль-куль, кто так делает? Гуль-куль. Это он? Нет? Не знаю. Это не он. Это что-то там сзади. Непонятно что. Все, все. беги. Беги. Все, давай, Нюшек, пока. Иди. Пойду уже ложиться спадки. Рано сегодня встали, и хочется уже спать. Фонарик наш горит, один-един, цены. и классно, что тепло. Можно стоять в майке, в шортах и не холодно. Блин, как это круто. Не перестаю удивляться и радоваться. Кавакушки. Кавакушки квакают. В общем, всем спокойной ночи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok